Всем привет, с вами Голодный и это первая серия по лору Bloodborne. В ней я расскажу о записках, которые можно встретить в игре, о их значении и смысле. Лечебница из Эвки. Самая первая записка, которую мы встречаем в самом начале игры. И в то же время самая противоречивая. Надпись от руки. Ищите бледную кровь, чтобы преодолеть охоту. По ходу игры мы узнаем, что бледной кровью называли близкого к луне. И это звучит как наставление найти близкого к луне и убить его, чтобы преодолеть охоту. Возможно это наставление мог оставить тот, кто делал переливание. Но более интересен второй вариант. На самом деле перевод этой записки звучит немного не точно. Ведь в переводе с японского она звучит следующим образом. Ищите бледную кровь, чтобы быть достойным охоты. И в связи с этим возникает второй вариант. Более интересный. Возможно это записка нашего главного героя, которую он получил до или после прихода в Ярном. С этой запиской он приходит в лечебницу Язевки, где ему переливают немного бледной крови. И тем самым он связывает себя со сном охотника Германа, где правит близкий к луне. И становится достойным для охоты. Мы начинаем видеть посланников, которые исполняют роль помощников для охотника из сна. Во сне охотника мы также находим куклу, которую еще при жизни создал Герман. Куклой скорее всего тоже управляет близкий к луне. И использует ее для получения отголосков крови от главного героя. Ведь неспроста у нее бледная кровь. То, что главному герою переливают именно бледную кровь, кровь близкого к луне, связительствует несколько диалогов. Из всего этого следует, что наш охотник становится как бы инструментом, который использует близкий к луне для воплощения своих целей. Мастерская охотников во сне. Чтобы выбраться из ужасного кошмара охотника, перекройте распространение чудовищ, иначе ночь будет длиться вечно. Тут есть два предположения, кем и для чего эта записка была оставлена. Она предписывает прекратить распространение чудовищ, чтобы остановить охоту. И чтобы это сделать, есть два варианта. Либо убить близкого к луне, так как именно он является катализатором обращения людей в чудовищ. Но что тогда она делает во сне охотника, где заправляет близкий к луне? Возможно, ее оставил Герман, измученный своим кошмаром, таким образом давая подсказку игроку, чтобы охотник убил бледную луну. И второе. Имеется в виду убить кормилицу в кошмаре Менсиса, тем самым убить Мерга. И выполнить задание близкого к луне. После этого близкий к луне отступает, а Герман предлагает нам проснуться ото сна и встретить рассвет. Центральный Ярнам. Когда началась охота, Церковь Исцеления оставила нас, перекрыв Большой мост, ведущий в Соборный округ. Как Старый Ярнам сожжен дотла в ту лунную ночь. Большой мост – это место, которое соединяет Соборный округ и Центральный Ярнам. Именно на нем мы встречаем церковное чудовище, обратившееся в викария Церкви Исцеления. Церковь Исцеления имела большое влияние в Ярнаме, что позволило ей отстроить целый район, который в случае появления луны и начала охоты можно было легко изолировать от других районов Ярнама. В ночь охоты Церковь Исцеления изолирует Соборный округ, чтобы обезопасить себя от чудовищ и эпидемии. Скорее всего, подобная тактика появилась после трагедии в Старом Ярнаме. Эта записка могла быть написана горожанином или охотником, ставшим свидетелем трагедии в Ярнаме. Комната под часовней Идона. Паук Бюргенверта скрывает всевозможные ритуалы и разлучил нас с хозяином. Ужасно досадно, у меня от этого голова трещит. Паук – это праздный паук Ром. Хозяин, скорее всего, мастер Вилли, который впал в Каматос. Возможно, он таким образом вступил в связь с Ромом. Эта записка оставлена явно тем, кто связан с Бюргенвертом. Предположительно, это был Миколаш, который покинул Бюргенверт после того, как Виллим стал недееспособен, а сам Бюргенверт пришел в упадок. Позже он основал школу Менсис. Соборный округ. Хранитель Бюргенверта сторожит врата и требует пароль – «Священное изречение». У Виллима было два верных слуги. Первый стал хранителем врат, второй превратился в кладбищенского стража леса. Священным изречением Виллима было «Бойся древней крови», так как Виллим всегда был против экспериментов с этой кровью. Центральный собор церковного округа. «Наследник кровавого ритуала, проповедник служения, положи руку на священное покрывало алтаря и отпечатай свои плоти изречения мастера Лоуренса». Писал явно кто-то из служителей церкви. Возможно, это была Амелия. Намекает на то, что череп в главном соборе принадлежит именно Лоуренцу, выходцу из Бюргенверта, которого также постигла участь превратиться в чудовище. Учитывая, что его называют Мастер, а его череп хранят и молятся ему в главном соборе, то можно предположить, что после ухода из Бюргенверта именно Лоуренс стал основателем церкви исцеления. Старый Ярнам. Красная луна висит низко, а чудовище правит улицами. Разве у нас нет другого выбора, кроме как сжечь все дотла? Указывает на то, что именно луна влияет на превращение людей в чудовище, а ее красный цвет является самой опасной стадией. И, судя по всему, огонь был очень эффективен против чудовищ старого Ярнама. Это мог писать как Джура, так и Людвиг, но учитывая, что Людвиг был капитаном, а Джура был обычным охотником, то я склоняюсь больше к Людвигу, ведь именно в его кошмаре огромное количество мертвых и обожженных тел, убитых старым Ярнами. Башня Мастерской Церкви Исцеления. Небо и Космос Едины. Хор. До конца непонятно значение этих слов. Хор – это высший состав Церкви Исцеления. Он, возможно, появился после смерти Лоренца или был организован еще при нем. Под Космосом, возможно, подразумевается Кос, или как его еще называют Косм, обнаруженный Бюргенвертом в Деревне Рыбаков. Но что обозначает небо? Возможно, они думали, что Кос пришел с неба из Космоса. Откуда и получил свое название. Деревня Яргул. Ночные ритуалы алчут Дитя Крови. Найди ребенка и прерви его из тошной вопли. Дитя Крови – это Мерга. Возможно, школа Менсис преследовала провести ритуал, чтобы убить Дитя Крови. Либо кто-то наводил их на эту мысль. Вероятно, это мог быть близкий к Луне. Возможно, таким образом они хотели порадовать близкого к Луне, так как школа Менсис ему поклонялась. Безумцы без продуху вершат тайные ритуалы, пытаясь притянуть Луну, раскроя их секреты. Безумцы – это школа Менсис во главе с Миколошем. Они вершат тайные ритуалы, чтобы призвать присутствие Луны и тем самым вызвать еще больший хаос в Ярнаме, как это однажды сделал Лоренс и Церковь Исцеления. Зачем они это делают? Секта безумцев, что с них взять? Узрите, бледнокровные небеса. Скорее всего, это изречение школы Менсис, которые пытались призвать Бледную Луну. Но, как итог, они попадают в кошмар. Ритуал Менсиса надо остановить, иначе мы все превратимся в чудовище. Скорее всего, эта записка оставлена представителем Хора, который пробрался Яргу и увидел там то, что творит школа Менсис. Но предупредить, похоже, он так никого и не успел, так как был пойман и убит. Паук прячет всевозможные ритуалы, так как истинное озарение не нуждается в распространении. Ром при помощи коса получил истинное озарение и превратился в праздного паука. Под истинным озарением может подразумеваться возможность видеть то, что не дано обычным смертным, и позволяет войти в контакт с великими, либо выйти на их уровень, то есть самому стать великим. После убийства Рома приходит Красная Луна, в городе все окончательно сходят с ума. Наш герой начинает видеть ужасные вещи, а выжившие женщины начинают беременеть. Когда Красная Луна висит низко, грань между человеком и чудовищем размывается, и когда с ней зайдет в великий, в чреве появится дитя. Очередное подтверждение влияния Луны на обращение человека в чудовище, но также Близкий к Луне каким-то образом влияет на беременность женщин в Ярнаме. Возможно, так влияет Близкий к Луне на персонажей женского пола, которые имели контакт с кровью великих. Некоторые считают, что, например, проститутка Ариана из часовни Идон беременеет именно от Идона. Но Идон является бестелесным бывшим великим, а проститутка рожает вполне материального ребенка великого. Возможно, таким образом великий пытается восполнить потери своего дитя и использует людей как инкубаторы. Кошмар, лекционный зал. Мастер Вильям был прав, эволюция без отваги станет гибелью нашей расы. Похоже, это рассуждение одного из бывших представителей Бюргенверта, либо представителя Хора. Под отвагой подразумевается изменение физического тела, возможно, даже вырезание глаз, чтобы получить истинное озарение. Возможно, именно из-за этого мастер Вильям и представители Хора имеют такой головной убор, закрывающий их глаза. Охотится на великих. Охотится на великих. Очень странное сообщение, неизвестно, кто его мог оставить, но этот кто-то был заинтересован смерти великих. Возможно, это был Миколаш, который хотел угодить близкому к Луне, целью которого, похоже, было убить других великих. Безымянное присутствие Луны, призванное Лоуренсом и его соратниками, бледная кровь. Присутствие Луны прозван бледной кровью из-за ее цвета. Однажды близкий к Луне был призван Лоуренсом и другими служителями церкви исцеления. Скорее всего, это и спровоцировало трагедию старом Ярнаме и появление сноохотника, заложником которого стал Герман.